Мне приходилось увольняться с работы. Отлично понимаю тех, кто уволился с телеканала ЗИГ после того, как эту медиаплощадку выкупили политики, близкие к Виктору Медведчуку. В нашей профессии правила игры определяют не журналисты. И все, что ты можешь сделать, это не участвовать в той войне, в которой не хочешь выигрывать. Годовой бюджет среднего телеканала меньше стоимости танкового батальона, а эффективность вложений бесконечно выше. В наше время сражения идут не столько за реальность, сколько за ее описание. Какой смысл утюжить ландшафт гусеницами, если можно перепахать его мыслевирусами? Между реальностью и тем, как люди ее себе представляют, всегда есть зазор. Достаточно вбивать туда клинышки, чтобы в результате получить нужный эффект. Какой смысл ломать людей, если можно их переубедить? Украина достанется в итоге тому, кто навяжет ей свою повестку. Украинские медиа создавались не для того, чтобы быть бизнесом. Обыватель отучим платить за контент и не станет этого делать, пока на рынке есть множество штрейкбрехеров. А даже если и станет, потенциальные выгоды от медиаманипуляций всегда выше, чем прямые доходы от платной подписки. И потому у каждого из нас есть лишь один выбор, который остается в нашей власти. Вовремя уйти. Мы выбираем себе редакции, ориентируясь на степень токсичности работодателя. Наши записи в трудовой книжке определяются уровнем брезгливости. Количество нулей в ведомости – это доплата за совесть. Чем их больше, тем выше анестезия. Единственное, что имеет значение при трудоустройстве – это картинка желаемого будущего. Твоя и твоего нанимателя. Если они совпадают, тебе повезло. А если нет, готовься рассылать резюме. Или убеждать себя и окружающих в том, что все одинаковые. Многие, кстати, выбирают второй вариант. Это самый простой способ примирить себя со своей новой ролью. Самый простой способ, чтобы засыпать быстро и не опустошать перед сном бар. Вдобавок, всегда можно утешать себя тем, что института репутации в стране не существует. Мол, все забудут и все простят, а банковский счет останется. А еще можно выторговать себе у нового владельца право на особое мнение. И кичиться собственным гигиенизмом в чужом борделе, старательно не замечая того, что твой медиабуксир тянет страну на скалы. Старательно отмахиваясь от мысли о том, что твоя личная свобода слова всего лишь выполняет роль сыра в мышеловке для доверчивой аудитории. В конце концов, неважно, кто стоит у штурвала, сознательный подлец или полезный дурак, результат от этого не изменится. Редакционная политика никогда не во власти редакций. Вся наша карьера – это история ситуативных союзов, тех самых, которые мы заключаем с владельцами медиа. Наша совесть не нуждается в анестезии лишь до тех пор, пока совпадают финальные точки маршрута. Как только начинаются расхождения, ты оказываешься перед выбором. На одной чаше весов будут сплошные издержки, а на другой – несколько старомодных понятий, вроде самоуважения. Мы наемники. Нам не под силу создать свою собственную армию. У нас никогда не появится для этого вдоволь ресурсов. Независимая редакция может существовать лишь на гранты, которых никогда не хватит на всех. Все наше пространство выбора – это выбор флага, под которым ты будешь сражаться. А еще в нашей профессии есть много самозванцев. Мародеры любят рассказывать, что между флагами нет разницы. Каждый раз, когда приходит время уходить, они остаются. Каждый раз, когда нужно говорить, они молчат. А еще они пытаются вербовать нас в свои ряды. Иногда успешно. Потому что всегда есть риск устать. От этических дилемм, от коротких горизонтов планирования, от вечного сопоставления целей своих и работодателя. Внутренний голос напомнит в этот момент о возрасте, стабильности, ответственности перед семьей. Ты станешь оправдывать свои компромиссы детьми и начнешь инвестировать в персональное будущее ценой общего. Знаете, это та самая развилка, которой я боюсь больше всего. Потому что рано или поздно она появится и в моей жизни. Я боюсь ее не разглядеть. Боюсь принять неправильное решение. Тем более, что аргументов в пользу правильного будет исчезающе мало. Например, будущее страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...